Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас 3 марта 2018 года, и я продолжаю акцию Десяточка! Смотрите, кто ко мне приехал в гости. Кальмар ко мне приехал снова. В общем, приехал-то ради чего? Ради мероприятия, которое я организовываю на Щелковской, в торговом центре Первомайский, где будет мой клуб, моя школа. Ну вот. И, в общем, ради такого из Уфы приехать для меня это дорогого стоит. Так что и тебе спасибо, что приехал, и маме твоей спасибо за то, что привезла тебя и сама помогла нам. Спасибо вам, Резита. Она это видео снимает. Вот. Но сегодня акция Десяточка. Вчера я что сделал? 10 попыток сделал лучше, чем 18.79. И худшая из этих 10 была 17.29. Сегодня я должен сделать 10 попыток лучше, чем 17.29. Естественно, его кубиком, потому что он мастер настройки кубов. Да? Ну да. Ну да. Рассказывай, как ты настраиваешь кубы вообще? Ну, сначала я разбираю кубик. Угу. Полностью разбираю кубик. У меня есть приспособление такое. У тебя есть приспособление для того, чтобы разбирать кубик? Нет. А? У меня есть приспособление, чтобы его настраивать. Оно лежит в коробочке от Горгуана. То есть это такие вот две синие штучки, и они вставляются между двумя центрами, противоположными. Я регулирую их так, чтобы они сжимались настолько сильно, чтобы, ну вот, они гнулись. Опасно. Да. Ну и ну? Вот. И сделаю это со всеми центрами. То есть сделаю это три раза. Угу. Со всеми парами противоположных центров. Да. И, ну, блин, с такой настройкой я вот на его кубе поставил свой... Вот этим кубом, да, я поставил свой рекорд? Нет, другим. Другим поставил. В общем, рекорд свой по среднему времени поставил. 14.96. Поэтому думаю, что сегодня мне понадобится не так много попыток, чтобы сделать САБ-17.29. Я уже создал новую сессию. Она так и называется. САБ-17.29. Ну и, собственно, теперь надо сделать энное количество попыток, 10 из которых должны быть лучше моего вчерашнего ориентировочного результата. Поехали, да? Да. Ты мне сегодня скрамблишь? Ну да. Ну, давай. Не буду подглядывать. Там хорошо видно, свет не падает, не мешает нормально все, да? Мы не наполовину освещены, а половина темная. Нет? Отлично. Ну что, я готов. Ну что, я готов. Готов. Да, давай. Ничего себе скрамбл. Ладно, как скажете. 15-21. Ну что, мы там скрамблили, почему такой крест, Лёш? Ну, потому что там было так. Ты сверил с картинкой? Да, я сверил с картинкой. Ладно, давай ещё скрамбли. Волосотый кальмар. Пятнадцать, двадцать, один. Напомню, что вчера мне потребовалось 15 попыток, чтобы сделать САБ-1889. То есть, пять из них были не САБ-1889, они были хуже этого результата. Поэтому, ну, а остальные десять, соответственно, лучше. Сегодня первая попытка уже лучше моего ориентировочного результата. Готов? Да. Нет. 17-53. К сожалению, сюда я эту попытку записать не могу. Она сегодня идёт мне в минус. Ну ладно, давай, в следующую. Хочется ручкой взять, записать, но нельзя. 17-29, точнее 17-28 должно быть. Если больше, то я сюда не имею права писать. Интересно, вдруг мне сегодня попыток стоп понадобится, чтобы... Ага. Ой, 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 ой. Не смотрите, пожалуйста, друзья, ладно? Не, не смотрите. 26-57. Вообще. Выжил. Я ошибся на F2L. Ошибся на OLL. Ну, ещё я должен был добавить, что я ошибся на PLL, но это единственное место, где я не ошибся. Притом, когда я ошибся на F2L, я до креста всё разобрал. Когда ошибся на OLL, там две пары у меня выскочили, и элемент креста тоже выскочил. Ну, в общем, полный жест. Эх, шарик. Я, как и ты, был на цепи. 15-45, вторая успешная. Давай, скрабли. Только белый верх. Да. Хорош. 15-45, да? Угу. Какая из моих сборочек тебе понравилась? Красивая была эта. А так, варендущая была лучше. Да. Которая за 26 секунд, да? То есть, естественно, там вообще без варианта. Тааааак. Чё тут у нас? Ну, ладно, нормально. Давай, ла-ла-ла-ла. Третья успешная. 16-62. Он, кстати, меня уже обгоняет. Да не, не так уж. Не так уж, но 16-62. Скоро, я думаю, это... Может, в Казани или в Калмыкии. Мы вместе едем и в Казани на соревнования, и в Калмыкию на соревнования вместе едем. Вот, поэтому я надеюсь, что всё-таки он уже обгонит меня скорее. Вот уже хочется, жду я этого момента. Так. Так. Ещё одна успешная. Крутяк. Влл был красивый. Чё за Влл? Ну, палка. А, да-да-да. С этим... С ДВ. Да, ДВ штрих. Да, там такой, типа перехватик, но я вместо перехватика делаю двойное движение нижней грани. 16-33. Мне нравится то, что он сборочки мои комментирует. Всё, он понимает. Влл, Плл. Сам ещё Влл не выучил, балдец. Ну, правда, он без Влл меня обгоняет. Вот так. Вообще, человек с уникальной биографией. Ну, неправильно за страну. Скоро в тебе соединится пять национальностей. По паспорту он русский. По прописке пашкир. По национальности татары. Когда поедет в Калмыкию, по месту нахождения будет. Калмык. Да, по жизни, Буря. Скоро в тебе. Не знаю, что скормить. Нет? Рожь. Мне нравится. Тоже крест. 19.31. Давайте я пока телефон возьму. 19.31. Эта попытка в зачёт не пойдёт. Никак я её не могу в плюс себе записать. Поэтому давай скрамбли следующую. Хорошо? Хорошо. Вот он какой кальмар. А вот мои результаты. Пока четыре успешные. Только четыре. Но с каждым днём у меня всё больше и больше будет неуспешных попыток. Потому что с каждым днём цель всё сложнее и сложнее. Сегодня это САП 17.29. Завтра это будет... Ну, если остальные попытки будут лучше, чем вот эти четыре, то это будет САП 16.62. Ну, я что-то думаю, что будет попытка похуже. Что-то мне подсказывает. Раз, два, три. Не-а. 18.74. Никак. Не идёт. Не идёт. Что скажешь по поводу этой сборки? Что не так было? Ты разрушил одну пару там. Да? Да. А я не видел. Ты потом её ещё раз загонял. Это была синяя-оранжевая пара. Ты разрушил её зелёной-красной. Ну, только ты людям показал. Ты её разрушил зелёной-красной вот этой вот парой. И она у тебя выгнулась. И ты даже этого не заметил. Просто сделал эту пару, как ничем не бывало. Ещё раз, да? То есть я пять пар загнал? Да. Я даже, видимо, до пяти считать не умею. Я не заметил, что я загнал пять пар. Я думал, что я четыре загнал. Ты шо кубик от людей прячешь? Хорошо. Показано, как ты скраблишь, с какой скоростью. Не, с медленной скоростью скрабли. Готовы. Угу. Так. И снова лёгкий крест. Когда лёгкий крест, это плохой знак. А нет, хороший. 13.70. 13.70. Вот это можно смело записывать. На сегодня это лучшее. Интересно, у меня было за предыдущие два дня что-нибудь лучше, чем 13.70? Было 13.62, похоже. Да? 13.74. А... О, на 400. На 400 побил. Вот мой ПБ. Да. Сегодня 13.70 это лучшее то, что я показывал за историю акции Десяточка. За огромную трёхдневную историю акции Десяточка. На самом деле, я надеюсь, что это растянется на много лет, вся эта акция, потому что она бессрочная. И каждый день у меня будет задача делать 10 попыток лучше, чем Х. А Х я определю вот этими десятью попытками. Самый худший из них. Самый худший из этих десяти. Так. Давай расскажи, что там опять лёгкий крест. Опять лёгкий крест, да. Он решается в четыре хода. Но вот чем он мне не нравится, очень много двойных движений. Да. Три двойных движения. Это провал. Это фиаско, братан. 19.39. А ты вслух ещё произноси... У штрих, Р два, Д, У штрих, Р, Ф два, Л, Ф. Л, Р два, Д штрих, Ф штрих, У, Л, Д два. Ага, с середины начал, ладно, беспалево вообще. Почему нет? Так, опять лёгкий крест? Да нет. Нет? Ну, там неудобно. Опять одни двойные движения. Бесят меня эти двойные движения. Ну, что поделаешь. Так. Ммм. Блин, а как тут делать-то? Ну, ладно. Придумаю что-нибудь с оранжевым. Ой-ёй-ёй. Придумал. Да-а-а. Придумаю за 7 секунд. Чё-то совсем. Вообще всё не идёт. Ну, там ошибка на ошибке. На кресте чё-то налажал. Пару не в тот слот. Выгнал, загнал. Ещё раз выгнал, ещё раз загнал. У-два. Ф-два, У-два, Л штрих, Д-ва, У, Ф штрих. Р штрих, Д штрих, Л-два, Б, Л-два, Р штрих, Д-ва, Л штрих. Да, всё правильно, Д. Да. Всё правильно. О! Таааак, смотрим. Вот это интересный квест. Да. Вот если я сейчас оранжевую сюда напротив красной поставлю, вот так вот. Потом зелёную. РВ-два. И красную-оранжевую в один ход получается. Никогда не использую ходы РВ, ЛВ. 15,68. Ну, нормально. Нормально, но всё равно можно было быстрее. Ну да. Если бы ты там не залажал, будто с последней парой. Не помню, что там было с последней парой. С последней парой ты, у тебя, короче, ну, локап не было решено. А, локап? Да. Мне показалось, что там ещё что-то было странное. Ладно, давай. Скрабли. Ты всё время под стол руки прячешь. Ты что там под столом делаешь? Да просто не могу вот так удержать. Ну ладно тебе. Р штрих, У. Л штрих, Ф, Д, два, Б штрих. Р штрих, Ф два, У, два. Л штрих, Ф два, Д штрих. Ф два, У штрих. Д штрих. Ф два, Р два, Ф два, Д. Отлично. Я, кстати, друзья, не обещаю, что я буду каждый день всё это снимать на камеру, потому что попыток с каждым днём будет всё больше и больше, но первые три дня я снять просто обязан, я считаю. Да? Ну да. А потом периодически буду выкладывать видео на эту тему. Попочки. И снова неплохой кресло. Ну красивый он будет. Да, он будет через М. Шестнадцать девяносто пять. Там красивая пара была какая-то вот, как окошки. Как окошки? Да. Как окошки. Как окошки. Как окошки. Как окошки. А вот этот, Пелл тебе не понравился? Ну, Пелл мне понравился, но это Левая Лямбда можно было подстрелить. Наглеца. Шестнадцать девяносто пять. И там есть, у тебя попался петух, которого ты сделал зашипкой или что? Нет, просто он так делается. А, как делается? А, два антипиф-пафа, РВ два антипиф-пафа. Я бы сделала его просто пиф-паф и бакуаж там очень просто. Как бакуаж? Мы сделали ли этого петуха? Я с... да. Ну ладно. Ладно, мы будем делать петуха. Да, и сейчас, нормально. Супер, петух. Сейчас. Вот, да. Смоделировал таки. Пап. Что это было? Ну просто там буква H выпала и это очень просто. А, все, я понял. Да, это школа. Да. Ладно, давай. У ЛАУ школа там, переход на школу. Это очень простой, кстати, УЛАУ. Ну да. Кстати, 16.95, вот думаю, что вот эта попытка может стать худшей из этих десяти. Вот, если вот эта попытка останется худшей из этих десяти, которые я сейчас сделаю, тогда... Вау! 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 Раз, два, три, четыре хода кресла. Да что же вытворяют, а? Повторим! Что? Вы это видели, друзья. Во-первых, я повторил предыдущий результат. Во-вторых, я сделал две грубейшие ошибки. Да, на актуэрле и... И не пела, или? Да, и не пела, или? Капец, вообще, и с этим вот 16.95, но я записываю. Позорище, конечно, но я записываю. Зато красиво. Два раза по 16.95, ну надо же, а? Б'уу, Ф2, Т2, Р, Ф3, Д2, Р, Ш3, ДМ, Р2, У2, Р, Ш3, Д2, Ф, Р, 2, Ф, Б2, У2, Б2, Д2. Хорошо. Да, но в предыдущей сборке был очень легкий крест, и первая пара была сразу прям на глазах. А когда первая пара сразу в глаза бросается, это уже, ну, сам понимаешь, о многом говорит. То есть, ну, это гораздо более легкая сборка, нежели если ты первую пару долго ищешь. Раз, два, три. Вот сейчас были очень серьезные проблемы с лукохедом, еще и плюс два. Ой, что я сделал? За что? Зачем ты? О, по Б. Да, я хотел нажать плюс два, а нажал не туда, куда хотел. В общем, да, сколько у меня уже попыток? 15 попыток уже. То есть, ну, уже больше, чем вчера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да ладно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Две попытки еще. Да, успешно. У, Р2, Д, Б2, Р2, Д, Б2, Л2, Д, Б2, Д, Б2, Д, Бштрих, Д, У, Штрих, Р, Ф, Л, Штрих, Д, Р, Штрих, Б, Штрих, У, Л. Отлично. Что тут с крестом делать, не знаю. Вот, ну, не знаю больше. Я что-нибудь придумал. Ну, да. 15,77. 15,77. Ну, да, с крестом я там неплохо придумал. Я заметил там взаимосвязь между оранжевым и синим элементами. Вот. И потом еще было интересное это явление достаточно. Там F2L пошел такой легкий. И на PLL я сразу понял, что это окошки. Как-то на вдохе себя поймал и на вдохе сделал это PLL. То есть прям вот как какое-то осенение произошло. То есть я увидел его не с той стороны, с какой он мне нужен. Но даже несмотря на то, что не так просто было его определить, я все равно сразу сделал нужный доворот. И как-то вот почувствовал, что делать дальше именно с этим PLL. Возможно, ну, сейчас каждая попытка может стать последней в этой сессии сегодняшней. Которая называется САП-17-29. Я оранжевый сначала поставлю. Можешь поставить сначала оранжевый. Ну, да-да. Оранжевый сначала оранжевый. Определенно. Вообще не ребра стоит, да? Да. Вот. Да. Все, это попытка на сегодня последняя. 14.66. Ну что, итоги. Я сделал сегодня 10 успешных попыток. А всего попыток 17. То есть получилось, что в первый день я сделал 10 попыток. Ну, они все априори должны были быть успешными, потому что там не было никаких ориентиров. Во второй день я сделал 15 попыток. 5 из которых, соответственно, были неуспешными. Ну и в третий день я сделал 17 попыток. То есть вывод с каждым днем мне становится все сложнее и сложнее. Дальше. Интересный факт. В первый день у меня была лучшая попытка 14.30. Во второй день у меня лучшая попытка 13.74. И в третий день у меня лучшая попытка 13.70. То есть каждый день я обновляю свою лучшую попытку. Среднее время сегодня у меня очень плохое. 17.71. Это реально плохо. Вот этой сессии 17 попыток среднее время. И сразу две попытки стали худшими. 16.95 и 16.95. И это эти две попытки, одну из которых я обведу в овальчик, будут моим ориентиром на завтра. Завтра я должен буду сделать 10 попыток успешных. И успешной считается та попытка, которая меньше, чем 16.95. Ваши ставки. Сколько попыток мне предстоит сделать завтра? На мой взгляд, это будет не меньше 20. Потому что, ну, задача передо мной будет немножко сложнее, чем сегодня. Все, друзья. Всем спасибо и до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok